Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Правительство подвело экономические итоги года. Была продолжена реализация масштабных реформ, обозначенных главой государства в предвыборной программе и посланиях народу Казахстана. Вступили в силу новые законодательные нормы. Стартовала работа по ряду крупных государственных инициатив, включая нацпроекты. Наряду с этим продолжилась реализация антикризисных мер правительства, рассказали в пресс-службе Кабмина. Все подробности в сюжете. Национальную экономику необходимо увеличить в два раза до 450 миллиардов долларов, поставил задачу президент перед правительством. В ответ на это Кабмин намерен принять меры по достижению стабильного ежегодного экономического роста на уровне не менее 6%. Как сообщили в ведомстве, экономика успешно адаптировалась к новым условиям и вышла в текущем году на устойчивый рост. За январь-ноябрь текущего года реальный рост ВВП составил 4,9%. Наибольший рост среди отраслей показали строительство, торговля, информация и связь, а также транспорт и складирование. Инвестиции в основной капитал выросли на 14,6% и составили более 15 трлн тенге. По итогам 10 месяцев текущего года экспорт товаров составил 65 миллиардов долларов, при этом экспорт обработанных товаров достиг 21 миллиарда долларов. Импорт товаров составил 49 миллиардов. Положительный торговый баланс превысил 15 миллиардов долларов. В целом, по нашей оценке, рост экономики по итогам года составит 5%. Активно реализуется комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции и переформатирован механизм стабилизации цен. Теперь финансирование приоритетно направляется сельхозтоваропроизводителям для увеличения отечественного производства. Внедрен форвардный закуп у фермеров на внутренний рынок по фиксированным ценам. В результате проводимых мер правительства и Назбанка, а также снижения внешнего давления, инфляция существенно замедлилась. Так, инфляция, достигнув своего пика в феврале, по итогам ноября снизилась до 10,3%. За первые полугодия текущего года валовый приток прямых иностранных инвестиций составил 13,3 миллиарда долларов. До конца года планируется этот показатель увеличить до 27 миллиардов. А еще до конца года правительство планирует ввести в эксплуатацию 291 проект на 1,6 триллиона тенге. Обеспечен переезд 37 компаний, а по более чем 40 компаниям работа продолжается. Уже упрощены процедуры открытия и ведения бизнеса, и важным фактором развития является предпринимательство. Господдержка МСБ из республиканского бюджета за год выросла с 209 до 288 миллиардов тенге. Число занятых в малом и среднем бизнесе на 1 июля текущего года превысило 4 миллиона человек. В текущем году доля МСБ в ВВП достигла 36,4%. В целом принятые государством меры позволили нарастить выпуск продукции малого и среднего бизнеса с 23 триллионов до 29 триллионов тенге. Правительством реализуются системные меры по улучшению условий ведения бизнеса, снижая административную нагрузку и оказывая поддержку. И тут глава Миннациэкономики напомнил, что уже три года действует мораторий на проверки бизнеса. Отменили излишние требования, проводится автоматизация системы управления рисками. Теперь проверки будут назначаться без человеческого участия. И в 2023 году, например, в рамках госпрограммы АУЛ Ельбесыга выделено почти 200 миллиардов тенге на реализацию 1,8 тысяч проектов. Охвачено около восьми сотен сел. С момента реализации программы АУЛ Ельбесыга объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 7 раз. В этом году средства, выделенные на развитие моно- и малогородов из республиканского бюджета, выросли в два раза и достигли 34 миллиардов тенге. Одним словом идет, как говорят чиновники, поступательное развитие экономики. А что будет в 2024 году, покажет время. Компания, причастная к дочери Булата Назарбаева, срывает сроки строительства погранзастав, заявил депутат. Мажелесмен Айдос Сарым заявил, что компания, которая имеет отношение к племяннице Нурсултана Назарбаева, срывает сроки по строительству погранзастав в Казахстане. И запросов, связанных с известной фамилией, было два. По информации депутата Айдоса Сарыма, в целях обеспечения территориальной безопасности Республики Казахстан, было запланировано строительство 50 пограничных застав. В 2022 году был объявлен тендер и заключены договора с ТОО-Толагай на общую сумму 53,8 миллиардов тенге. Однако, по вышеуказанному договору, имеются грубые нарушения сроков. Имя компании не раз негативным образом встречалось в новостях. Компания участвовала в более чем 80 гражданских и административных судебных разбирательствах. В списке учредителей этой компании значилась Назарбаева Ахпота, дочь ныне покойного Болата Назарбаева. Депутат Мажлиса Азат Перуашев также просит уполномоченные органы разобраться с фактами рейдерства с участием Болата Назарбаева. Казахстанские чиновники изобретают все новые способы рейдерского захвата бизнеса, заявил он. По его словам, Болат Назарбаев даже после смерти остается в выигрыше, а добросовестные предприниматели снова и снова лишаются хлеба. Один из таких случаев касается компания СТС, которая в 2019 году приобрела санаторий Альтамблак в Туркестанской области с прилегающим гольф-клубом. Последний объект в 2022 году приобрел, а затем переоформил другому ТОО Болат Назарбаев. В этом году суды фактически конфисковали частную собственность бизнеса, несмотря на срок исковой давности и законные права. Но дело в том, что все эти участки по санатории гольф-поле и резиденцию выделялись и застраивались в едином порядке. Такое дробление требований и вычленение одного из объектов из единого иска при прочих равных условиях вызывает обоснованные сомнения в непредвзятости суда и обоснованности претензий чиновников земельного комитета. Похоже, что речь идет не столько о защите государственных интересов, сколько о банальном захвате действующих предприятий. Остается только предполагать, кому эти чиновники планируют далее перепродать такой лакомый бизнес, как полностью модернизированный санаторий с собственным гольф-полем. По мнению мажлисмена Перуашева, под видом борьбы со Старым Казахстаном происходит нечто странное, когда один из символов ушедшей эпохи сохраняет свои интересы, в то время как порядочные предприниматели, следовавшие правилам рынка, решаются бизнеса и инвестиций. Бауржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Компания «Кармет» – это бывший арселор Миттл Тимиртау будет проводить поэтапную работу по комплексному развитию производства и устранению экологических нарушений. Об этом было заявлено в правительстве. Там обсуждали меры по стабилизации операционных процессов предприятия, обеспечению его необходимым сырьем, а также проведению ряда юридических процедур. На первом этапе на инвест-программу и развитие предприятия будет направлено порядка 1,3 млрд долларов частных инвестиций. Планируется модернизация оборудования, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности. Премьер-министр обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия и указал на важность дальнейшего динамичного развития производства. Инвестор как раз вот эти 1,3 млрд долларов залповые инвестиции, то, что в следующем году должен вложить, в том числе, в первую очередь, на вопросы безопасности промышленной и условий труда. Завершено предварительное базовое проектирование месторождения Коломкас с морей Хазар. Добыча будет составлять 4 млн тонн нефти в год. Об этом стало известно на встрече Акима региона Нурлана Нугаева с руководством предприятия по освоению месторождения. Стоит отметить, такой проект впервые реализуется в Мангистаусской области. Строительство морской платформы начнется в конце 2024 года. По завершению проекта планируется добывать 4 млн тонн нефти в год. Ожидается создание 2000 рабочих мест на пике строительства, а по завершению строительства на постоянной основе будут трудоустроены до 300 человек. Планируется завершить проект в конце второго квартала 2028 года или в начале первого квартала 2029 года. Общий запас ресурсов на этих участках оценивается 81 млн тонн нефти. В рамках проекта по освоению месторождения Каламка, Стенгиз, Хазар и Ауезов планируется привлечение прямых инвестиций в размере 6 млрд долларов. Проект очень важный, поэтому прошу отнестись с большой ответственностью. Прошу принять исчерпывающие меры для улучшения этих взаимоотношений, которые будут строиться в будущем. Как по соблюдению требований законодательства экологического кодекса, производственного отношения, отношения с рабочими, в том числе производственной безопасности. В 2024 году основная часть бюджета Западно-Казахстанской области будет направлена на развитие социальной сферы. Об этом стало известно на восьмой сессии областного маслехата. Обсуждая бюджетные средства, народные избранники также раскритиковали качество авиауслуг. На сессии областного маслехата уточнены средства трехлетнего бюджета на 2024-2026 годы. По словам руководителя областного управления финансов Нурлана Есенгалиева, в рамках пилотного проекта «Комфортная школа», на строительство 14 учреждений среднего образования выделено 19,2 млрд тенге. На оснащение и капитальный ремонт медицинских и образовательных организаций – 6,5 млрд тенге. На сельское и лесное хозяйство, охрану окружающей среды, земельные отношения и ветеринарию – 62 млрд тенге. На развитие жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 47,8 млрд тенге. В 2024 году планируется направить в социальную сферу 250,2 млрд тенге с учетом реализации инвестиционных проектов. Это 57% от общего бюджета. В сферу образования – 207 млрд тенге. В здравоохранение – 10 млрд тенге. В сферу социальной помощи и обеспечения – 22,3 млрд тенге. На развитие культуры и спорта, информационных технологий планируем направить 10,8 млрд тенге. Руководитель Управления культуры, развития языков и архивного дела ЗКО предложил присвоить имена исторических личностей некоторым образовательным организациям региона. Планируется присвоить ряду образовательных организаций области имена исторических личностей и также переименовать в школы в соответствии с названиями населенных пунктов. Федоровской школе Теректинского района предлагается присвоить имя Гумара Караша. Школу «Восход» Теректинского района назвать Аксогымской средней общеобразовательной школой, а учреждению села Подстёпное присвоить имя Сыры-Модатова. Просим оказать дополнительную финансовую поддержку. Население области беспокоится вопросами теплоснабжения из-за изношенных тепловых сетей и турбогенератора, построенного в 50-60-х годах. Глава региона на ремонт Уригалиев подчеркнул, что актуальная проблема решается поэтапно в рамках специального проекта. «Население не должно оставаться без тепла. В связи с этим с начала 2023 года мы реализуем четыре проекта. В начале года я занимался вопросом ТЭЦ, и в мае 2023 года мы успешно запустили градирню». По словам народных избранников, не наблюдается единой системы работы Международного аэропорта, переданного в доверительное управление российской компании. Очевидно, что качество работы аэропорта не повысится, если не будут приняты меры, отмечает депутат областного маслехата Трорбект Лемисов. Как известно, в первый снегопад пассажирские рейсы были отложены. Специалисты подтвердили, что плохая погода помешала графику взлета и посадки. А представители компании отмечают, что в целях улучшения качества услуг проводится соответствующая работа. «К сожалению, сложные метеоусловия очень сильно влияют на аэропорт, но аэропорт предпринимает максимальные действия для того, чтобы максимально ввести расписание, ввести рейсы в расписание и чтобы не закрываться. Дополнительно аэропорт для того, чтобы улучшить работу в данном направлении, в настоящее время заключает договор на аренду еще двух единиц специальной аэропортовой техники». Отметим, что в регионе запланирован комплекс мер, направленный на улучшение ситуации как в авиа, так и в железнодорожных сферах. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймураджа Гапар, телеканал ТДК-42. «Уступи дорогу спецавтотранспорту» – рейдовое мероприятие под таким названием прошло в Уральске. Целью его является выявление нарушения со стороны водителей, не предоставляющих преимущества движению спецтехники. Полицейские призывают всех участников дорожного движения не уступать дорогу машинам экстренных служб, ведь от их оперативного прибытия зависят человеческие жизни. Как часто водители игнорируют правила, узнавал наш корреспондент. «Уступи дорогу спецавтотранспорту» – специалисты, вышедшие на рейд с таким названием, призвали порядку водителей, которые мешают представителям экстренных служб. Специалисты жалуются, что опаздывают на вызовы из-за владельцев железных коней, игнорирующих правила. Если водители проявят вежливость и уступят дорогу спецавтотранспорту, то можно быстро прибыть к месту вызова и избежать трагедии или больших потерь, говорят спасатели. «Сегодня проводятся профилактические мероприятия в целях повышения бдительности граждан, пути исследования специальной автомашины, пожарной автомашины на вызов, чтобы граждане проявляли большую бдительность». Во время рейда объединенная группа остановила нескольких водителей, которые мешали экстренные службы и объяснили правила дорожного движения. В ходе многочасового рейда на семь автовладельцев, не допустивших движения автомобилей пожарных, составлен протокол по Кодексу об административных правонарушениях Республики Казахстан. «Когда автомашина едет, не уступает дорогу, ему налагается административный протокол в виде штрафа по статье 598, часть 1, штраф 7 МРП». Допуст спецтехники, спешащий в такую чрезвычайную ситуацию, может спасти жизни. Каждый гражданин обязан соблюдать дорожный порядок. Данна Килибаева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, Телеканал ТДК-42. В честь Дня независимости Республики Казахстан состоялось торжественное собрание Елемнан Бахаттен Тербеткен Тау Ель Сыздек. В мероприятии приняли участие члены общественного объединения Западно-Казахстанской области Батыз Желтоксан, представители члены государственных органов этнокультурных объединений Ассамблей народа Казахстана. Главная цель совещания – это пропаганда культурных ценностей и укрепление патриотического духа среди молодежи. На данном мероприятии были затронуты актуальные вопросы, касающиеся роли женщин в годы независимости, вклада в становление и развитие независимости страны, а также улучшение положения женщин в обществе. Будущее Казахстана рождается сегодня в наших словах, поступках, делах, намерениях. Мы каждый день делаем выбор между старым и новым. Если мы хотим быть успешной нацией, то, естественно, мы должны для себя каждый отметить, что мы должны быть справедливыми, беречь согласие, мир на земле. В октябре открылась выставка, посвященная декабрьским событиям 1986 года. Среди документальных материалов есть и новые данные. С участием членов общественного объединения «Пламя Желтохсана» в Историко-Кривейческом музее прошла презентация книги памяти, изданной при поддержке Акимата области. Лайла Уесова встретилась с историками и активистами. Сам Аджил Магамбетов был свидетелем трагических событий, которые развернулись на площади Валматы. Студент-второкурсник даже предположить не мог, что мирные митинги перерастут в массовые беспорядки. Говорит, что по счастливой случайности он избежал обысков и следствия. Мы создали общественное объединение, занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Встречаемся, рассказываем о том времени, почему произошли декабрьские события, почему с нами так поступили. В то время мы были молоды, не думали, что с нами так жестоко обойдутся. Эти события стали первым проявлением несогласия народа с официальной политикой властей. Из 30 тысяч участников декабрьских демонстраций задержаны были больше 8 тысяч. Из них 2,5 тысячи взяты под стражу. Среди них были 160 уроженцев Актюбинской области. Некоторых исключили из учебных заведений, других осудили. Историки говорят, что не всех участников декабрьских событий реабилитировали. Мы должны с исторической точки зрения посмотреть на эти события, как на мировую историю. События 1986 года показали, что это одно из первых событий, которое положило начало развала Советского Союза. Безусловно, требуют архивных изучений документы пострадавших людей того периода. Это были в тот период дети 18-20 лет. Многие из них были репрессированы. Декабрьские события еще предстоит всесторонне изучить, говорят историки. Кроме того, вышла книга с воспоминаниями декабристов. Исследование значимого события в истории страны продолжается. На выставке, посвященной Жильтохсану, представлены различные экспонаты, среди которых книги, фото, документы и личные вещи участников декабрьского восстания. На выставке представлены тетради с лекциями, написанные до 15 декабря. А уже с 16 числа лекций нет. Здесь студенческие фотографии, снимки, сделанные в общежитиях или на улицах Алматы. А еще можно увидеть одежду и личные вещи активистов. Объектив от своего фотоаппарата и другие вещи сумел спрятать и сохранить во время обысков первокурсник Алтай Жанжигитов. Мне было 23 года. Я только отслужил в армии, поступил в институт, хотел стать ветеринаром. Тот день навсегда врезался в память. Мои сокурсники уже собирались на площадь, сказали, что на митинг идут. Поскольку Кунаева сняли, они хотят добиться отмены решения пленума. Молодежь до вечера на площади была. Несли транспаранты с лозунгами, песни пели патриотические. Шарас Магул – одна из тех, кто на себе испытал все тяготы гонений после декабрьских событий. Полученные травмы до сих пор дают о себе знать. Однако она не жалеет о прошлом. Из-за того, что мы выразили свою позицию, нас долго преследовали. Нас били дубинками, пинали. У ребят были переломы, сотрясения. Прошло 37 лет, но здоровье только ухудшается. У меня больные почки, но нам не положено ни санаторное лечение, ни другие дотации от государства. По словам историков, то, что произошло в 1986 году в Алматы, послужило основным толчком к обретению Казахстана независимости. По словам активистов, им пришлось потратить много времени и сил, чтобы восстановить справедливость. Но главное, они убедились, что все это было не напрасно. Лайла Уысова, Жумарт Худайбергенов, телеканал ТДК-42, ОКТУБИ. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова